Всем здрасте. Здрасте. Видео это будет неочередное заранее не анонсированное и его появление мы обязаны одному факту, скажем так. Что мы в Канаде. Нет, что за последнюю неделю мне пришло еще пару писем практически одинакового содержания и я прям чувствую что нужен какой-то надо ответить да какой-то нужен собирательный ответ иначе мы будем была проведена подготовка. Давайте я расскажу, что за письма было. Письма приходят двух типов очень часто. Первый мы такие-то такие-то, семья, работа, все дела. Вот скажите стоит ли нам ехать в Канаду. Это один тип. А второй опять же мы такие-то, такие-то, работа такая-то, все дела. Жить в этой стране невыносимо, готовы уехать, работать кем угодно, по приезду, забыть чем мы там занимались на родине. Вот с чего начать иммиграцию. Вот собственно это видео так и будет называться. С чего начать иммиграцию в Канаду и послушать ответом на оба письма. Итак, пунктов... Я не могу просто разговаривать и ничего не делать. Значит, пунктов шесть, которые я для себя определила. Владимир, вроде как со мной согласен. Я их прочитал только что на диване, поэтому на пятом пункте я забыл про первый пункт. Потому что я всегда очень много пишу. Если вы видели мой блог, вы должны понимать, что я не пишу никогда по строчке. Итак, пункт первый. К вопросу о том, стоит или нет. Сначала нужно решить, что действительно стоит. Потому что если вы задаетесь этим вопросом, то, наверное, еще рано. Правильно? То есть, только те, кто решили, что ехать надо и остаться в стране не вариант, могут, в принципе, пройти процессы с наименьшими эмоциональными потерями и с меньшим стрессом. Потому что, ну, идет как идет. В рабочем режиме. Точно так же пройдет адаптация. Когда вы понимали, что вы уже не могли остаться в той стране, вы когда приезжаете в эту, то вам как бы легче. Потому что это уже не та страна, в которой вы не могли жить. В этой вы тоже не можете жить. Нет, но это выяснится потом. Да, смысл в том, что сначала нужно... Сначала нужно понять, хочешь ты эмигрировать или нет. Мы, как мы всем говорим, мы были церковными мышами без копейки. Ну, как сказать, без копейки. С деньгами, но не с большими деньгами. Поэтому мы ничего особенно не потеряли переехать. В материальном плане. Да, в материальном. В духовном плане мы никогда не были привязаны к своей родине. Поэтому мы тоже по этому поводу сильно не страдали. И у нас есть видео, кстати, объясняющее все эти причины. Ссылка на которые будет в описании. Там подробно. Единственная для нас проблема, это была родня. Это вот единственная проблема, которая вызвала, так сказать... Ну, она не вызвала сомнения, но это почему мы могли как-то мучиться по этому поводу. Больше у нас... Для нас это была возможность, почему бы не попробовать какой-то adventure. И мы взяли и попробовали. Поэтому мы были готовы к любому исходу. И... все начиналось с меня. Я этот вопрос для себя решил еще много-много лет назад. Поэтому я просто вовлек эту Татьяну Ивановну, и мы... Да. Татьяна Ивановна попала на хвост. Да. Поэтому первым пунктом решили. Едем. Все. Без вариантов. Тут не надо задавать вопрос, а сможем ли мы там... Вот если задаете другим людям, то есть вы задаете вопрос о своей жизни людям, которые к вам вообще не имеют никакого отношения, и они вас не знают, и как можно что-то посоветовать. То есть когда я слышу вопрос, а смогу ли я там, я хочу сказать, что не сможете. Потому что, в принципе, не надо задавать такой вопрос. Я... Понятия не знаю, кто вы, вы не знаете, кто я. Поэтому... И то же самое вот там задают вопрос, я дальнобойщик, смогу я или нет? Я знаю, что... До этого мы еще дойдем. А, да. До этого мы еще дойдем. Вот. Первый пункт. Проехали. Пункт второй. Иногда это тяжело, но нужно принять как факт, что эмиграция это процесс сугубо бюрократический. Все ваши желания, порывы, готовность идти на жертвы, менять образ жизни, работу, все дела, это прекрасно. Это поможет вам уже по прибытию. Но для эмиграции это... Ну, никого, по ходу, это не интересует. Если ваши бумаги не соответствуют требуемым, то извините. Для канадца, который... Или там, для человека, который решает вашу жизнь, вы строчка. У вас таких вас... Таких вас, по-моему, 50 тысяч в год. В Манитопе. В только... В Манитопе, да. Да, только в Манитопе. И ему он... Если он будет задумываться за каждой этой строчкой, что там жизнь, там есть какие-то надежды, и там... Просто если он вам откажет, он с ума сойдет. Поэтому вы для него... Работа, вы для него строчка. Вы для документов. Да. Вы для него 10 чек-марок. То есть, вот если вы подходите по этому, значит, вы проходите дальше. Если вы хоть по одной не проходите, ему все равно или ей, какой вы хороший, плохой, знаете, не знаете, хотите, не хотите. Вас много. Он один. Или их там несколько. Поэтому это все бюрократия. Да. Поэтому расслабьтесь, не нагнетайте. И переходим к пункту третьему. Пункт третий. Как мы оскорились. Мне нравится. Пункт третий. Который почему-то забывают все и начинают искать информацию непонятно где, кроме официального сайта. Честное слово, больше, чем на официальном сайте, нигде ничего не написано. Поэтому откройте его и внимательно изучите все доступные программы, направления, провинциальные программы и прочее именно там. Вас перекинут на необходимые ресурсы, там дополнительные информации, все дела. Но начните оттуда. Как только самое главное. И сайт на английском языке, естественно, канадский. И французском. Да, есть на французском. Если вы не можете его читать, то, очевидно, вам еще рано. Потому что без английского вы никуда не сдвинетесь. Потом уже, когда вы ознакомились с официальной версией событий... Дальше идете на форумы. Да, вы можете попробовать искать информацию в других местах. Предметно задаете правильные вопросы. И когда люди, которые знают вообще, в чем дело, они видят, что задаются правильные вопросы, они охотнее отвечают. Когда я вижу вопрос, который, ну, ты понимаешь, потратить 3-4 часа времени, день, сутки на поиск информации, и человек просто не хочет это делать. Почему я должен этому человеку отвечать? У меня тоже много дел, и я тоже не хочу отвечать этому человеку. Потому что я вижу его... Работа домашняя не проделана. Да, как бы... Да. Ссылка на сайт будет под видео. Опять же, в очередной раз. Четвертый пункт. Важно. Легальные способы попасть в Канаду есть только на этом сайте. Вот. Если вам предлагают хитрые смены, то есть это хитрые схемы со сменой визы на месте, там, допустим, да, джобофера через третьи лица, или, там, допустим, фиктивного брака, или еще чего-то, может, выгорит. Может быть, у вас получится. Может быть, вы попадете в Канаду. Но вы должны понимать, что Канада депортирует и лишает статуса пиара, даже гражданства, если обнаружены махинации при миграции. Даже спустя 10, 20, 30 лет. Если вдруг окажется, что вы соврали при миграции, все, на выход. Поэтому, может быть, и выгорит, может, и не выгорит, но если вы готовы идти на риск, ради бога. И дауншифтинг в Канаде тоже очень такое интересное дело, оно не настолько удобное и распространенное, как в Америке. Это за чем? Нелегал. Ну, это не совсем одно и то же, но вот, я имею в виду, нелегалов. Да, больше дауншифтинг как-то... Ну, обычно все нелегалы занимаются дауншифтингом. Ну, в общем, такое дело. Да, нелегалы в Канаде, это такой очень непонятный вопрос. Опять же, если смотреть на наших соседей, там 150 миллионов человек. У нас здесь их 20 с чем-то. То есть... Отловить легче. Да, отловить гораздо легче. То есть, в любом случае, такие люди нелегалы, но они не будут где-то по лесам прятаться. Ну, как бы, они будут жить в больших городах. А большой город по меркам Америки, это в Канаде, это там очень маленький. То есть, там, тот же Ванкувер до миллиона. Ну, это небольшой город. То есть, Торонто там, пусть там, 4-5 миллионов, не знаю сколько. Давайте сравним с Нью-Йорком. Да, сравнить с какими-то другими большими городами. С Лос-Анджелесом, это же. Да, то есть, опять же, никто не будет принимать на работу. Ну, не, может, это что-то будет. Нет, ну что, мы лично знаем чувака, который подпольно пиццу развозил. Да, пиццу развозил. Но при этом он пытался легализоваться. Ну, как, он начал с того, что он хотел легализоваться. Потом что-то у него там не срослось. Но начинал он хорошо, начинал он правильно. Да, водителем шел на учёбу. Учился, да. Учился, да. Получать права на трак-драйвера. Потом изменились законы. Он не успел получить трак-драйвера. Законы поменялись. И у него уже всё. Получается, у него была возможность остаться в Канаде. При этом виза у него продолжается. Чтобы вы понимали, он находится на легальной визе. Просто то, чем он занимается, по этой визе делать нельзя. Да, и он начал как-то там какие-то махинации чудить. Не знаю, чем это всё закончилось. Но это не Штаты. Здесь нелегалом остаться будет очень сложно. Да, поэтому легальные способы только там. Это вот если... Потому что я часто получаю вопросы из серии. Вот какая-то там фирма предлагает мне за 3000 долларов. Сделать же бофер. Как вы думаете? Этой фирме надо жить. Ей надо кормить своих сотрудников. У этих сотрудников есть дети. И когда такие вот непонятные фирмы предлагают нелегальные пути, я вполне согласен с этой фирмой. Потому что, ну, они так зарабатывают деньги. То есть, ну, как бы это есть... Но всё равно ваш страх и риск. Идём дальше. Вот только после этого, когда вы разобрались со всеми программами и с тем, как вы собираетесь, в принципе, туда, ехать, можете начинать собирать документы. Документы более или менее стандартные для каждого случая. То есть, один на учебную визу, один на рабочую визу и один на провинциальные программы, да, и экспресс-энтере. Но... Опять же, всё расписано, как для домохозяев. Все списки документов на том же сайте, в каком порядке, чего с ними делать. И начинать следует с английского. В любом случае. Пока вы... Забудьте пока о дипломах, о рекомендательных письмах. Почему-то все начинают думать с них. Но начните с экзамена по английскому. Вот когда вы его сдадите на требуемый балл, вот тогда и молодец. Потому что без этого экзамена большинство программ не работает. Ну, я бы сказал, вся программа не работает. Рабочую визу можно получить без языка. Да. Если у тебя есть работодатель... Как работодатель? Ну, это такая маленькая возможность. Но, в принципе, сначала сдать язык. Получится. Да. Так, и последний пункт. Ух ты, как быстро всё. Супер. Подождите тут ещё. И последний пункт. Изучите ног. Классификатор специальностей в Канаде. Мешанал оккупейшен ног. Код. Код. Да. Потому что оказывается, что многие вообще не в курсе его существования. Это удивительно как. Думать о миграции и не знать про ног. Бывает. Вы должны понимать, что в Канаде вы никогда не будете называться так же, как вы назывались в своей стране. И даже если название совпадёт, то обязанности, которые Канада подразумевает под этим названием и теми, что подразумевается в вашей стране, могут не совпадать от слова совсем. Поэтому вы открываете ног и ищите по обязанностям, примерно в сфере вашей деятельности, название специальности. Понятно? Должно совпадать 80%. Вот это мы для себя решили, что должно. Нет, там так и пишут. Да. Ты можешь называться этим словом, если 80% твоих обязанностей совпадает с написанным. Поэтому вы сидите и читайте. Могут выпасть совершенно неожиданные результаты. Вы никогда бы о себе так не подумали. Но это вот именно то, что по канадскому вы делаете. Поэтому читайте внимательно, определитесь с тем, как вам называться. И уже исходя из этого, пишите свои референсы, рекомендательные письма с работы. И, соответственно, подгоняйте свои обязанности к формулировкам по ногу. И тогда вам будет легче искать и работу, и вакансии проверять, когда вы будете знать, как вы называетесь в Канаде. Правильно? Правильно. Нет? Чего добавить не хотите? Нет, по ногу ничего. Это всё подготовительный этап. С этого места каждый идёт своим путём. И мы всем желаем успехов. Зацените мою футболку. Да. Классная же футболка. Футболка классная, да. И есть ещё три часто встречающихся вопроса, которые я хотела бы осветить в этом видео. Они у нас вот тут, с другой стороны. Нет, тут тоже есть. Вопрос первый. Лидирующий. Звучит так. Почему вы на вы? Владимир, для людей, которые наше видео не смотрят, этот вопрос вообще не актуален. Да, давайте. Итак, я боюсь напортачить. Не лучше ли будет нанять консультанта канадского адвоката? Владимир? Ну, опять же, только когда мы в пятницу... Наше мнение только личное, чтобы мы понимали это. А если вы не владеете информацией, то есть не можете читать английские тексты, значит вы не готовы изначально к миграции. Если вы можете читать документы, значит вы увидите, что там всё расписано реально как для домохозяек. То есть платить за это постороннему человеку большие деньги, я вообще не вижу никакого смысла. Напортачить здесь можно только если ты что-то нагло врёшь. То есть по-хорошему всё элементарно просто. Нужно шаг за шагом. Вот помесячно там с 18 лет ты должен разложить всё по полочкам. Где ты учился, где ты там работал, не работал, где ты время проводил. То есть по-хорошему, ну, как можно ошибиться в своём прошлом, если ты не хочешь что-то спрятать. Вот если ты хочешь что-то спрятать, тогда, возможно, нужны какие-то помощи этих консультантов, юристов и всё остальное. Но если у тебя всё понятно, потому что программа довольно понятна. Ну, она как вот... Больше, чем на официальном сайте ни один консультант не знает. Ни у кого нету доступа к миграционным властям или там ещё кому-то. Ну, нету. Как бы вам не хотелось верить в обратное, нету. Даже то, что, допустим, консультант будет находиться на территории Канады, типа он ближе к Канаде. Да вообще по барабану. Вообще всё равно. Есть несколько случаев, когда, возможно, консультанты нужны. Это когда вы по возрасту уже, можно сказать, не проходите или где-то там сверху 40, сколько там, 5 лет или 49, не помню сколько. Вот тогда, может быть, как-то там через консультанта можно... Ну, он как-то будет составлять что-то, чем-то может помочь. Не знаю, чем. Не знаю. Потому что консультант, его основная работа, предложить вам программу, которую вы можете сами выбрать на официальном сайте, заполнить за вас документы, которые вы можете скачать с того же сайта и заполнить самостоятельно. И вести переписку с миграционными властями, которые вы, в принципе, тоже можете делать сами. Да. При этом он добавляет лишнее звено в ваш миграционный процесс. Вы зависите от него. Да. То есть, а он... А он человек. Да, он человек, и у него много кейсов. Он ваш кейс ставит где-то там на полочку, пока не разберётся со всеми другими кейсами. И вы за это платите деньги, получается... Ну, я не представляю смысл. Возможно, на ранних стадиях, допустим, там, чтобы попасть в Морден, может быть, консультант что-то решал. Вернее, просто программа ещё не была так налажена, поэтому люди через консультанта могли первые... Могли просто узнать о её существовании по-хорошему. Потому что, да, вот мы разговаривали с Шелли, координатором нашей городской программы, она говорит, что консультант никак не влияет, что это заблуждение. Никакого приоритета он вам не даёт, и в принципе... Консультант может быстрее узнать о программе. Да, вот он может там через какие-то свои соцсети... Да, они мониторят всё. Вот он может узнать раньше, чем это будет официально. То есть он может подготовить... По-хорошему консультант вас просто подготовит и скажет, ждите официального начала. Когда ты сам по себе, ты начинаешь, да, я потом английский выучу когда-то, да, я переведу когда-то. И получается, люди не готовы. То есть если ты адекватно оцениваешь ситуацию, если ты понимаешь, что документы должны быть на вчера, чтобы завтра их подать, как бы в вопросах консультанта отпадает. То есть я не вижу зачем смысл. При этом документы свои вы будете собирать сами, английский вы будете сдавать сами. Если вам нужно ехать на интервью, то за интервью платите, то есть это проходите его сами, за визит платите, опять же, дополнительные деньги. Поэтому по-хорошему, если вам просто комфортнее с человеком, который вам помогает, то хорошо. Ну есть ещё, допустим, богатые люди, которые могут себе безболезненно... Если у вас нету времени, допустим. Опять же, когда человек богатый, допустим, предприниматель, вот как ты свою жизнь отдаёшь, ну вот своё будущее отдаёшь в руки вообще постороннего человека. То есть ты этого человека никогда... Вот ты просто в космос отдаёшь там 8 тысяч долларов. Вот просто так. Даже если это по рекомендации, ну в общем, вы поняли, да? Мы как бы не агитируем вас никуда, но просто пытаемся объяснить нашу точку зрения. Если вам морально комфортнее с консультантом или у вас нету времени, чтобы со всем этим разбираться, то, пожалуйста, выбор ваш и никто вас за это не побьёт. Да. Через консультантов много идут и успешные кейсы. Я знаю людей, у которых были проблемы с консультантами. Из-за ошибки работы у них были очень большие проблемы. Но, слава богу, всё в конце концов получилось. То есть консультант в основном возьмёт тех людей, которые... Точно пройдут. Да. Чтобы статистика не портилась. Консультанту нет смысла брать какой-то сложный вариант. Ну зачем? Если у него на сложный вариант будет ещё пять людей, которые просто так вот самотёком просто заполняют документы и идут без проблем. То есть... Ну, как-то так. Да. Вопрос второй. Возникает, когда вы начинаете собирать документы. А что, если я работал без трудовой, по контракту или на ЧП? Так вот. Вопреки распространённому заблуждению, трудовых книжек в Канаде нет. Поэтому, в первую очередь, для подтверждения трудового стажа будут спрашивать рекомендательные письма. При этом неважно, работали ли вы на госструктурах, работали ли вы официально, по контракту, на ЧП, на себя, то есть на родственников, я имею в виду. На себя это другой стрим. Вот. Но, допустим, даже если у вас было ЧП и вы выполняли несколько разных работ, совмещали, то тоже может прокатить. Просто вам нужно, чтобы другой сотрудник написал, что вы выполняли то, что вы хотите предъявить, да, допустим. Вот. Вот. Трудовая книжка... Да нет, нет, мы её даже сюда не брали. Может... Ну, понятно, что мы её не прикладывали, мы ничего вообще... Забыли о её существовании. И она, возможно, поможет вам только в тех редких случаях, когда вы не можете достать рекомендательного письма ни одного, ни с одной работой, и в других способах подтвердить ваш стаж нету вообще никаких. Но такого не бывает, потому что крайне редко. Не, ну, может быть, уходится. Может быть, да. Может быть, какая-то там конкретная работа. Опять же, вот люди спрашивают, а вот как тогда проверить? У миграционных офицеров есть какие-то свои инструменты проверки, то есть вплоть до того, что они могут залазить, проверять пенсионные и всё остальное. То есть, опять же, это всё слухи. Мы, не знаю, мы не из этой структуры. Но, по слухам, вот я общался с человеком лет десять назад, он сейчас в Скочеване, вот лет десять назад к нему приходили на работу. Вот пришли на работу, пообщались. Но он был то ли в Киеве, то ли в Москве. Опять же, этим никто сейчас не занимается. Вам позвонят, проверят. Когда все боятся о том, что, а вот они начнут проверять пенсионные отчисления, налоговые и то самое. Ну, понимаете, в чём дело? Эта проблема не ваша. За вас должны платить были работодатели. Вы работали. Вот у вас бумажка, вы работали, обязанности, зарплату получали, все дела. Если во время вашей работы не было никаких отчислений, то вы тут при чём? Это ваш работодатель за вас не заплатил. Всё. Если отчисления есть, и вы можете подтвердить, прекрасно. Если нет, вы просто говорите, извините. Вы начинаете разбираться. Начинайте разбираться. Писайте письма и всё дело. Они зададут вопрос, а почему? И у вас есть шанс ответить. Вот они уже задали вопрос, что вот почему. То есть, никто, вот позвонили, там, допустим, ответили. Такого человека у нас не было. Это не повод вам отказать. Это повод спросить и копать глубже. У них есть свои инструменты копать глубже. То есть, на поздней стадии они уже будут разбираться. Если бы на ранней стадии, допустим, выяснилось, им проще было бы сказать, всё, до свидания. Вы сложный кейс. А на тех стадиях, это уже федеральная стадия. Это уже когда вы, допустим, приехали в Морден, здесь прошли собеседование, вернулись обратно, подали документы, заплатили. И дальше тоже рассматривают федералы. То есть, уже это финал процесса, можно сказать. Поэтому они уже будут... Процесс отказов на этой стадии. Это уже нужно очень сильно... Навраться. Наврать, да. И они должны это найти. То есть, они могут и не найти, допустим. Ну... Да. В рекомендательных письмах должно быть указано, где вы работали, сколько часов в неделю. При этом полная занятость в Канаде от 35 часов. Не строго 40. От 35 часов в неделю. Потом, какие обязанности пополняли близко к ногу, которую вы нашли. То есть, вот здесь вот как раз в рекомендательном письме должно... Вот вы нашли свой ног по своим обязанностям. Вот оно должно все совпадать. Вот вообще прям вот так. Вот. И это должно быть подписано человеком, который имел какое-то отношение к вашей работе. Не обязательно начальником, может быть коллега. Но хорошо, если он говорит по-английски. Вот сейчас, когда пошла такая большая конкуренция и прочее, лучше, чтобы человек говорил по-английски. Хотя бы была возможность отправить ему имейл и получить ответ адекватный на английском. При этом указывать свою зарплату не надо. Можете. Я указывала. Да, можете. Не вопрос. Но о зарплате вас реально не спрашивают. Просто вы должны запомнить эту цифру, чтобы когда вы приедете в Канаду и будете заставлять свои эти налоговые декларации, вам надо будет написать, сколько вы заработали за прошлый год. А прошлый год у вас получится еще в стране исхода. Вот. Поэтому цифру запомните, но писать ее не обязательно. Хотите? Ради бога. Нет. Не нужно. И вопрос последний. Да. Востребована ли моя специальность в Канаде? Ну, это продавлялось. Каждый раз, когда мне это пишут, мне хочется сказать, откуда я знаю. Я живу в деревне, в Манитобе. 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. У которых свой специфический рынок. И к Канаде имею весьма такое отдаленное отношение. Ну, нельзя сказать. Примерно так и хочется. Каждый раз. Поэтому несколько... Особенно, когда такие специалисты, как там, даже не знаю... Теплотехники любят писать, энергетики. Потом, там, специалисты ЖКХ. ЖКХ. Да. Ха. Да. Как вы это позвали. Грубо как-то. Потом какие-нибудь, там, насосные станции при нефтеперерабатывающих заводах. Ну, то есть, я не знаю. Ну, никак не знаю. Но есть несколько практических советов, как это можно выяснить самостоятельно. Во-первых, вы по ногу уже знаете, как вы называетесь. Супер. После этого можно ознакомиться со статистическими сайтами канадскими. Там обычно есть, да, парочку таких? Да, там есть по статистике зарплат. И... Да, там, как бы, информация интересная. Ну, просто гуглите статистика и специальность в Канаде. И вы получите такие усредненные данные, да. Потом, если вы знаете, куда вы едете, вы всегда можете просмотреть вакансии по этому месту. По городу или по провинции. И примерно прикинуть, сколько там требуется. Если что-то, на что вы могли бы претендовать. Скажем так. Вот. Это второе действие, да. И еще обязательно нагуглите компании, которые занимаются примерно тем, чем вы занимались по жизни. Крупные, поменьше, но близкие по профилю. И просмотрите их сайты, их предложения о работе. Если им требуются специалисты или нет. Сколько их там, в принципе. Честно, я бы вот эти все там MonsterKai и всякое такое, там, где сайты о работах. Я бы их вообще, наверное, не смотрел. Я бы шел по списку работодателей. Заходил на каждый сайт. И смотрел, что они делают. И какие зарплаты. То есть, ну, более глубокий анализ нужен. То, что там на MonsterKai или там IndeedJob или как-то там называется. Ну, это так. Это все поверхностно. Там, допустим, там 10% от всех возможных вакансий. Кратии доходят до этих сайтов. А все остальные, они или вообще между своими расходятся, или они остаются на сайтах работодателей. Поэтому вам гораздо полезнее будет информация о том, сколько компаний, в принципе, занимается близким. К вам делом. Ну, хотя бы имена знать. Да, хотя бы знать, какие это компании. Чем, собственно, просмотр MonsterKai или там прочее. Вот. Все? Может, полторы страницы. Нет, все. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok